Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Очередной груз гуманитарной помощи отправили из Карачаева, Черкесии нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. В специальный военный транспорт перевозки загружены вещи первой необходимости, как одежда, спальные мешки, теплая зимняя обувь и медикаменты. Подробности у Алихана Лепшокова. С самого раннего утра в станице Старожевой идет погрузка очередной гуманитарной помощи, которая будет отправлена военнослужащим в зону специальной военной операции. На каждую коробку клеят рисунок с изображением российского солдата на фоне гор, яркого неба и солнца. Автор работы – школьник из Урубского района. Наклейка будет напоминать военнослужащим об их родном доме. Хочется, чтобы эти рисунки дошли до солдат наших, мы их размножили. И хочется, чтобы на, как говорится, коробке, которая станет опорой этому рисунку, они смогли вырезать и оставить себе. И там, где они будут жить, рисунок будет им напоминать о доме, о том, что их помнят, верят в них и ждут их дома. И что именно дети – поколение то, за которое они сейчас и выполняют свою работу. Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Иркенов подчеркнул, что по поручению главы республики ведется активная работа по дополнительному оснащению наших военнослужащих необходимыми вещами. И что уже это не первый груз гуманитарной помощи, который будет отправлен участникам спецоперации. Мы изначально построили свою работу на обратной связи от тех, кто участвует в специальной военной операции. То есть какие дополнительные потребности возникают у наших ребят в СВО, помимо того, что, безусловно, дает Министерство обороны. Обратную связь мы получаем. Вот сегодня очередной груз мы направляем. Здесь в первую очередь, конечно, теплые вещи. Вещи первой необходимости – это и газовые баллончики. Здесь у нас большое количество спальных мешков, более 400. Теплая обувь, тактическая, зимняя. Мы ее закупили тоже больше 400 единиц. Также сформированы дополнительные индивидуальные наборы, куда входят рюкзаки, термобелье и балаклавы. В гуманитарном грузе есть и медикаменты. По словам Рустама Иркенова, все эти вещи будут доставлены и вручены нашим ребятам. В свою очередь, военнослужащие выразили благодарность руководству региона за оказыванную гуманитарную помощь и поддержку. От лица командования огромную благодарность Тимирезову Рашиду Бориспевичу за огромную помощь, которую он нам оказывает в плане предоставления техники. То есть данный человек предоставляет и помогает нам всем, начиная от медикаментов нашим военнослужащим, нашим землякам, которые здесь служат у нас, находятся на СВО, и заканчивая вещевым имуществом. То есть все, что нам необходимо, у нас налажено взаимодействие с администрацией. Администрация входит в контакт, максимально помогает, очень хорошо помогает. Как отмечает исполняющий обязанности министр промышленности Республики Рустам Иркенов, данная работа ведется с партией «Единая Россия», с общероссийским народным фронтом и с движением «Мы вместе». Они всегда активно оказывают свою поддержку в подготовке к гуманитарной помощи. Алихан Ипшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. В Черкесске состоялся отчетно-выборный съезд общественного движения ДГХСа. Черкесский парламент по защите прав и интересов черкесского народа, на котором подвели итоги работы за три года и выбрали руководителя общественного движения на следующий срок. Фатима Даурова подробнее. 16-й СС делегата Вады Гахаса открыла выступление министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Альберта Кумукова, который обратился к участникам с приветственным адресом от главы республики Рашида Тимрезова. Вы вносите значительный вклад в сохранение мира и согласия на нашей земле. А вопрос гармонизации межнациональных отношений сегодня является основой реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Так, работа, которая ведется по линии общественного движения ДГХСа, крайне важна для укрепления межнационального диалога и сохранения адыгского отнеса, обучия и культуры. В ходе съезда был заслушан доклад руководства ДГХСа о проделанной за три года работе в деле укрепления межнационального диалога по сохранению адыгского отнеса, обычаев и культуры, популяризации черкесского языка. Вопрос сохранения родных языков в свете современности остается самым тревожным и требующим особого внимания со стороны общественных организаций, посчитали участники съезда. Многие говорят, что убрали количество часов в школах по изучению родного языка. Конечно, ни одна нация, ни один народ с этим просто спокойно не может согласиться. Поэтому по-любому мы будем содействовать, особенно в Карачаевской Федерации, чтобы изыскали какие-то языки, часы, не языки, я извиняюсь за выражение, часы по изучению родных языков. Понимаете, языка нету, национальности тоже не будет. Основа любой национальности это язык и культура. Члены Адыгахаса и руководители Адыгахаса делают всё возможное, чтобы наш народ наравне с другими народами консолидировался вокруг руководства, для того, чтобы преодолеть эти тяжёлые для нашей страны время. Перед делегатами 16-го по счёту отчётно-выборного съезда стояла основная задача определить на три ближайших года председателя общественного движения Адыгахаса Черкесский парламент. Выслушав выступления всех докладчиков и оценив проделанную работу руководства за истекший срок, мнением большинства вновь избранных членов Совета организации, Али Асланов был вновь переизбран на пост председателя Адыгахаса. Новоявленный руководитель подчеркнул, что, как и прежде, движение будет работать согласно уставу, сохранив прежние приоритеты. Одним из важных направлений останется масштабная работа по патриотическому воспитанию молодёжи. Фатима Даурова, Зарема Карданова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня в Черкесске на базе Республиканского центра поддержки предпринимательства состоялся круглый стол по теме профилактики и противодействия распространения идеологии экстремизма, а также предотвращения террористических актов. Площадка традиционно организована республиканским минациям, при этом в этом году проводится уже в четвёртый раз. В работе обсуждений, как и в предыдущие годы, приняли участие представители прокуратуры, МВД, ФСБ, региональных министерств образования и науки по делам молодёжи, физической культуры и спорта, учреждений высшего, среднего, профессионального и общего образования. Участниками встречи были подняты вопросы по выработке эффективных инструментариев в направлении идеологического противодействия распространения идеи экстремизма в молодёжной среде, а также обеспечения антитеррористической защищённости объектов массового пребывания людей. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Народный артист Карачаева Черкесской Республики, главный болидмейстер государственного ансамбля Эльбрус Чораузенов отметил 60-летний юбилей. Чествование артиста проходило в Доме культуры республиканской столицы. Поздравить юбиляра, отдавшего всю жизнь на искусство, пришли известные артисты и деятели культуры, представители органов власти и общественные деятели, а также многочисленные поклонники творчества артиста. С юбилейного вечера сюжет Мурата Джанкёзова. Открыл праздничный вечер государственный ансамбль танца Эльбрус, уже давно ставший визитной карточкой Карачаева Черкесии. Традиционная чаша Ирана встретили юбиляра артисты. Вечер, больше напоминающий теплую встречу старых друзей, сопровождался множеством импровизаций, шуток и приятных сюрпризов для виновника торжества. Музыкальные подарки презентовали известные исполнители популярных народных песен Карачаева Черкесии. Выступившие на юбилейном вечере говорили о том, что искусство живет и развивается, благодаря таким людям, как Чураус Денов. Отметили его значительный вклад в сохранение и развитие культуры, эстетическое и нравственное воспитание молодежи. Человек он золотой, так скажем, наш друг, брат. Мы долго дружим. Я еще танцевал, он тоже начинал танцевать. И был хороший трюкач в ансамбле Эльбрус. Потом со временем начал преподавать, учить детей. Отзывчивый, добрый человек. Мы его любим, уважаем. Мы с Чура Смайловичем знакомы уже давно. И я считаю, что это один из творческих людей. Человек очень способный, человек очень талантливый, знающий свое дело. Я думаю, что с тех пор, как работает он в ансамбле Эльбрус, я думаю, что коллектив не потерял, а приобрел. Наоборот, приобрел творческую личность, способного человека содержать, держать, руководить таким коллективом, как Эльбрус. Каждое выступление коллектива Эльбрус насыщено невероятной энергией его балетмейстера Чуры Узденова, отдавшего искусству танца десятки лет. А еще кус ансамбль Эльбрус имеет младшего брата, детский ансамбль Корча. И здесь главным балетмейстером и заботливым педагогом работает полный творческих сил Чура Исмаилович. Его приход предопределил всю дальнейшую судьбу детского коллектива. Чура Уздена ведет активную работу по воспитанию детей и молодежи, считая очень важным сохранять старинные национальные традиции, в том числе традиции танца и передавать эти знания будущим поколениям. У меня есть мечта, чтобы детский мой ансамбль Корча стал уже отдельным государственным ансамблем. Свой транспорт, свой балетный зал, свои раздевалки, гримерные. И, конечно, мечта, чтобы государственный ансамбль танца Корчаева и Черкесия Эльбрус, чтобы мы добились, чтобы он стал академическим ансамблем. Завершился юбилейный вечер одним из красивейших горских танцев «Абезек», показывающий в том числе то, что у Чару Узденова есть свой особенный творческий хореографический почерк. Муратченко, Завольга Савенко, Али Бастанов, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Завтра зима вступит в свои права, и поэтому любительницам меховых изделий пора спешить за обновками, ведь в Черкесск снова приехала выставка «Снежка». С 1 по 5 декабря включительно в Центр развития предпринимательства на улице Горького, 8, пройдет грандиозная выставка продажа шуб со скидками до 30%. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. На выставке «Снежка» огромный выбор шубок для милых дам. Даже самая капризная девушка найдет себе по вкусу идеальную шубу из огромного количества вариантов. Если вас интересует качество меховых изделий, тогда вам обязательно нужно посетить «Снежку». И примерить любую понравившуюся модель. Мы рады вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. И приглашаем как жителей, так и гостей города на нашу ярмарку норковых шуб. Огромный выбор, более тысячи моделей, различных фасонок, длинных, цветах. Любую шубку можно приобрести в рассрочку в самых выгодных условиях – от 6 до 36 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты. Приятным бонусом, конечно же, будет меховой жилет в подарок. Самая приятная новость – то, что мы снизили цены в самый разгар мехового сезона. Скидки до 30% на весь ассортимент. У каждой шубки имеется электронный паспорт. Покупатель может самостоятельно проверить всю историю изделия. Все наши изделия российского производства сертифицированы и чипированы. На каждой шубе имеется такой чип. Каждый покупатель при желании может с помощью обычного телефона проверить историю, все характеристики данной шубки. Администратор Анна поможет выбрать из огромного ассортимента то, что подходит именно вам. И подскажет условия рассрочки. При оформлении именно этой жемчужной норковой шубки в рассрочку платеж ежемесячный составит всего 4300 рублей. Роскошный жакет в цвете пастель обойдется для вас всего 3200 рублей в месяц. Популярная модель «Трансформер» в черном цвете ежемесячный платеж составит 3500 рублей в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Выставка будет работать в Центре развития предпринимательства по улице Горького 8 с 9 утра до 8 вечера. Все дни для вас доступны скидки. Рассрочка на 3 года без первоначального взноса и переплат. Плюс меховой жилет в подарок. Альбина Курочинова-Кенжев, Олег Малхожев. Вести. Карачаева. Черкесия. Это все вести на сегодня. А прямо сейчас посмотрите сериал «Тайны следствия». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин